друзья такая у нас неприятность произошла в общем ехал я никого не трогал вдруг взрывается радиатор точнее уже припарковался успел заглушить и взрывается пар выстреливает антифриз вытекает литр 3 наверно вот смотрю такая трещина вот значит что-то не сработало не включился вентилятор я проверил вентилятор сам по себе рабочий не сработала крышка была завернута вот но крышка у нас оригинальная 0693 остается датчик остается датчик который стоит внизу радиатора с другой стороны вот и возможно еще реле возможно еще предохранитель соответственно сейчас сначала заклеим я взял новый радиатор стоит сейчас от 5000 это в какой-то стелокс более хорошие nissens стоит там 15-20 тысяч почти там 200 долларов да вот море про оригинал даже говорить не буду вот бушные стоит кто кто сколько просит от 3 до 10 и и так далее радиатор у нас вот такой потому что у нас мотор 5 цилиндров радиатор стоит сбоку вот четырех цилиндровый в принципе у меня есть радиаторы с разобранных восьмидесяток вот короче я взял такой состав сейчас покажу вот холодная сварка написано все очень красиво схватывается за четыре минуты там держит огромные температуры типа 150 градусов там можно потом сверлить и что угодно делать вообще прям камень получается но сейчас сейчас вот мы это и проверим вот сейчас берем шкурку и хорошенечко все вокруг зачищаем потом обезжирим наверное спиртом или растворителем и будем готовить эту холодную сварку вот а дальше будем разбираться что же у нас причина за год я на картоночку выдавил такой у нас получилось инь-янь сейчас будем перемешивать и носить на нашу трещину вот такой получился конечный результат написано что время схватывания 4 минут тут у нас написано что время отверждения час полного отверждения 24 часа но сегодня уже заводить не буду а завтра наверное часов в итоге через 12 заведем прогреем за это время я успею проверить датчик выбор снял датчик открутился он нормально естественно был на каком-то какой-то холодной сварки на каком-то таком герметики странным вот датчик у нас не оригинальный фэби 0 1528 датчик горячий точно 1 температура написано 102 точнее 2 температура 1 95 то есть включение первой скорости при 95 в принципе мне это не очень нравится я бы хотел что где-то при 89 87 уже первая скорость включалась мне так больше нравится так для старой машины лучше вот я его проверил в тазике забыл снять фэби то вот значок фэби первая скорость срабатывает естественно в тазике в мисочке 102 градуса нельзя получить поэтому вот вторая скорость у нас вот так что поставил сантехническую силиконовую прогладку наверное зря сейчас попробую его вкручу и налив воды для проверки в общем посмотрим что будет начало раздачи поставил вентилятор первая скорость крышка открыта мне что-то не нравится что мало жидкости идет в расширительный бачок то есть в нем в нем вода пока что холодная вот радиатор вентилятор крутится сейчас по идее должен остановиться да вот он остановился датчик у нас но пока вот так поеду короче трубки не надуваются здесь я воздух травил в общем холодная сварка работает вот такой вот дешевый ремонт за триста двадцать рублей долго стучали гидрики надо масло походу менять немножко поеду потом если все будет нормально залью нормально эти ты вот на этом ролик про ремонт радиатора завершен выглядит очень стильно красиво молодежно ребята очень проехал я еще два дня вот на небольшие расстояния не закрывая крышку потому что скорее всего она мертвая и в итоге итоге хотел подлить открываю вроде бы как собираюсь подлить потом дай думаю посмотрю открываю маслозаливную а там у нас короче эмульсия там видим даже уже на распредвале валу вода и вообще какая-то задница вот вынимаю щуп она щупи у нас уже эмульсия ржавчина и масло такое коричневатый как кофе с молоком все короче доездила стачка вот пошел слава богу я уже сливаю остатки воды так скажем нашел слава богу короче на этом самом назад запись глассировскую прокладку вот такую вот made in spain 5 цилиндров все круто вот короче сейчас сейчас откачу в тенечек тачку и будем снимать башку это у нас будет новая серия серия с заклеиванием радиатора провалилась конец